Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Билович. Под звуки огнестрелов в столице снова выясняют отношения по-взрослому. В чём суть конфликта и стоит ли он 7 лет за решёткой? Похищенный, кто и почему выкрыл главу исполнительной службы Запорожской области, и что требует за его освобождение? Любовь по правилам и без. 74-летний экс-канцлер Германии снова влюблён и женится. Кто новая муза? На Донбассе не прекращаются обстрелы. За текущие сутки по данным штаба операции объединённых сил, боевики 9 раз нарушили режим перемирия. Двое украинских военнослужащих были ранены. Все подробности о ситуации на передовой узнаем от Игоря Левенка. Позиции наших солдат под Красногоровкой до окраин оккупированного Донецка каких-то 5 километров. Бойцы говорят, окопная война продолжается, хотя почему-то сейчас её называют перемирием. Ну, значит, всыпали с чего могли только. И крупнокалиберные пулемёты, и сапоги летали. Всё в трассерах, всё в огнях было. И пришлось выгонять БМП и отдавать адекватную ответку ему. Это Евгений, наводчик БМП. Рассказывает о том, как прошла ночь накануне. Бой длился 9 часов. Вот ему-то и пришлось давать адекватный ответ из своей боевой машины. Только после этого наёмники успокоились. Скорее всего, прошла ротация. Ну, не было такого. Сейчас навезли много пулемётов. Раньше такого не было. Снайперы сильно активизировались. Под утро наши немного отдохнули. В соседнем окопе огневую позицию пулемёта занимают два бойца. Под ногами сотни отстреленных гильз. Ночь выдалась уж очень неспокойной. И АГС полетели. И СПГ. Пришлось отвечать. Пришлось, а что делать? Долго терпели, терпели, но ответили. Ну, хотя бы дали понять, что мы здесь находимся, что мы не спим. У бойцов похожие черты лица, цвет глаз и даже тембр голоса. Александр и Андрей признаются, они родные братья. 33 полных, 31. Братья родом из Коблева, Одесской области. На войне с 14-го года. Пошли по мобилизации, теперь контракт. Сейчас служат в одном подразделении. Но так получилось, что боевой опыт у них разный. У младшего Андрея за плечами ожесточённые бои под Дебальцево. Да и по званию он выше Александра. Старший солдат. Он сидел дома, я пошёл на контракт. Думали, по одному сходить сначала. Но не получилось. Он говорит, ладно, я тоже иду к тебе. Всё, договорились. Александр и Андрей и до войны были неразлучны. Живут в одном городе. Вместе учились и работали. Теперь вместе воюют за Украину. Вместе на одной фирме в охране работали. И на заправке работали. А и на пенопласте вместе работали тоже. На составлении пенопласта тоже вместе. А планы на будущее? Долго служить будете? Ну я ещё буду служить точно. Да, надеемся, что может скоро закончиться. Я пока на гражданке себя не вижу. Посмотрим. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обеспокоена отсутствием новостей о состоянии здоровья политзаключённого Владимира Балуха. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. Денисова отметила, что месяцами требует предоставить ей возможность посетить украинца. Но от россиян приходят ответы, цитирую, не содержащие конкретики. Владимир Балух голодает почти 200 дней. По словам адвоката Дмитрия Динзы, у него проблемы с сердцем. Необходимо усилить роль женщин в преодолении конфликта на Донбассе. Накануне это обсуждали в Киеве на саммите «Женщины. Мир. Безопасность». Среди более чем 600 гостей украинские иностранные политики, общественные активисты, руководители международных организаций говорили и о том, как защитить права беженцев, усилить роль государства в гуманитарной помощи и не допустить новые конфликты в обществе. Наша главная сегодня задача – это в одном месте объединить, сплотить. И идея, которая здесь родилась, создание рабочей платформы по примирению к Украине, я считаю, это самое важное. Вовлечь в работу самых авторитетных сегодня, мудрых, умных людей, как разных политиков, так и важных общественных деятелей. С одной целью – наш внутренний мирный план примирения и выхода к миру в нашей стране. И вот в этом я вижу сегодня и возможности, и важнейшую роль женщин. Есть лишь три ключи к миру в стране. Есть лишь три ключи социализации тех людей, которые побегли с территории, где палает вогнище, на территорию, где есть перспектива Европы. Переселенцы, их сегодня полтора миллиона граждан. Три. Официальный Киев может ввести биометрические визы для граждан России. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире одного из региональных телеканалов. По его словам, система биометрики наиболее эффективна, поскольку помогает выявить людей с поддельными документами прямо в пунктах пропуска. Для этого нужно лишь создать специальную базу данных. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о которых люди идут, и просто изменение документов уже не поможет. Этот банк будет работаем, мы дальше будем смотреть на его эффективность. Но я считаю, что этого мало. Нам нужны дальше заходы. Венгрия продолжит конфликт с Украиной, но выберет тактику точечных ударов на национальном уровне. Такой прогноз дали эксперты издания «Зеркало недели». По их мнению, кабинет Орбана пойдет на односторонние санкции в отношении Украины, голосуя против по любому вопросу, который касается практического сотрудничества Украины и Европейского Союза. Вместе с тем, в Будапеште не решаются блокировать продление санкций Евросоюза против России, введенных из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, полагая, что это может сыграть против них. За минувший год Госдепартамент США вырвал разрешение на продажу оружия и военной техники иностранным государствам на сумму почти 70 миллиардов долларов. Более половины этих средств – европейские контракты. На втором месте – страны Ближнего Востока. Следом за ними – государство Азиатско-Тихоокеанского региона. Я напомню, в апреле 2018 года США поставили в Украину противотанковые комплексы «Джувелин» на сумму 47 миллионов долларов. В СУ получили 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В Украине будет создана абсолютно новая система авиабезопасности и гражданской защиты. От всемирно известной компании «Аэробус и геликоптер» МВД получила французские вертолеты. И теперь по всей стране намерена открыть специальные базы со своими СТО. Украинские пилоты и техники уже проходят обучение во Франции. Это национальная база службы гражданской безопасности и чрезвычайных ситуаций во французском Ниме. Отсюда экипажи вылетают на экстренные вызовы и патрулирование по всей Франции. В основном это горные и прибрежные регионы, потому что наша миссия это спасение людей, в том числе жертв несчастных случаев. Здесь же на месте вертолеты ремонтируют, перебирая их чуть ли не с нуля. Когда мы проводим полную разборку вертолетов, на это уходит обычно 10 недель. С французскими вертолетами Украина перейдет на автономное и техническое обслуживание. Подобные СТО для вертушек будут созданы по всей Украине. Первый в Нежине. По словам министра внутренних дел, украинско-французский контракт по закупке 55 машин – это не просто обновление авиапарка гражданской обороны. Это комплексное создание новой системы координации авиационной инфраструктуры. Система авиационной безопасности, которую мы строим для Украины, это абсолютно новая система, которая даст совершенно другой уровень качества. Мы не можем быть вечно привязаны пуповиной к этому постсоветскому штампу, потому что мы так не можем развиваться. И так как, к сожалению, в Украине нет такого производства массового вертолетов, нет нового модельного ряда, а нам нужно сделать скачок качественнее. На данный момент на тренировочной базе Аэрбуса проходит обучение первая группа пилотов. За ними в Мариньян отправятся и наши техники, которые в дальнейшем будут обслуживать новый авиапарк. Сюда, в Мариньян, прилетят еще люди, которые будут обеспечивать первое техническое обслуживание. Затем мы откроем в Украине нечто похожее – технический центр по обслуживанию вертолетов Аэрбас, чего никогда не было. Это будут большие рабочие места, это будет большая компетентность. Помимо одного из самых многофункциональных вертолетов H-225, украинские силовики получат абсолютно новые двухдвигательные и однодвигательные H-125 и H-145. На них патрулирование будут совершать наши пограничники и полицейские. И чтобы показать весь процесс сборки, Аэрбус открыл двери для нашей делегации в Святую Святых. На секретный объект впервые допустили и украинских журналистов. 45 дней – это полный цикл сборки вот такого вертолета H-125. Это единственный вертолет, который совершил посадку на Эверест. Таких вертушек Украина получит 34 единицы, что позволит полностью контролировать порядок в воздушном пространстве. Для французской стороны контракт по поставке вертолетов не только бизнес. Это большой контракт, который стал прорывом для нас. Он демонстрирует не только сотрудничество с Аэрбасом, ведь это государственный контракт. Еще больше смысла и значения этому договору придает наше партнерство. Мы очень серьезно относимся к выполнению наших обязательств. Еще один бонус, который получает украинская сторона – это симулятор. Он оборудован так, что можно менять кабины от разных моделей вертолетов, экономя средства для тренировки летного состава. Полный набор внештатных ситуаций на себе прочувствовал и министр внутренних дел. Во время его полета загорелся двигатель. Файер-энджин-1, файер. Файер-энджин-1, файер. Начался ливень, поднялся ветер, скоростью больше 20 метров в секунду и под конец повалил снегопад. Пилот с управлением справился. Симулятор, который дает представление полностью адекватного полета. В нашем контракте есть один и такой симулятор. Для наших пилотов он будет стоять в регионе Чугея. Ирина Баглая, Иван Ермаков из Франции. Специально для подробностей – телеканал «Интер». Брюссель и Рим ссорятся из-за денег. Евросоюзу не по душе дефицитный бюджет Италии на следующий год. В проекте документа заложено резкое увеличение государственных расходов. Но итальянское правительство не собирается идти на уступки. Елена Абрамович продолжит. Рост минимальной зарплаты и снижение налогов. Эти сладкие обещания итальянские политики давали еще во время предвыборной кампании. Теперь, чтобы их выполнить, придется значительно увеличить бюджетный дефицит. Для страны госдолг, который и без того около 130% ВВП – это очень небезопасный шаг. Да и финансовые договоренности с Евросоюзом не позволяют идти на такие риски, напомнили итальянцам в Еврокомиссии. Италия теперь стала второй проблемной страной-должником ЕС после Греции. Итальянское правительство, по-видимому, отдает приоритет государственным расходам. Но госрасходы могут поднять их рейтинги только в краткосрочной перспективе. Но в конечном результате, и мы должны сказать правду итальянцам, кто платит – народ. Накануне обратился к итальянскому народу и правительству и президент Европарламента Антонио Таньяни, который тоже итальянец. Но на правительство страны это мало повлияло. Несмотря на то, что министра экономики Италии засыпали вопросами на Совете Евросоюза в понедельник, и он поспешно покинул встречу, во вторник вице-премьер заявил – на уступки не пойдет. Мы не отступим от 2,4% от ВВП. Это должно быть понятно. Мы не отступим даже на миллиметр. Впрочем, Брюссель не настроен идти на жесткую конфронтацию с Римом. Поэтому итальянские власти выиграют в любом случае, даже если их заставят урезать бюджет. Ведь, как показал случай с обвалившимся мостом в Генуе, потом всегда можно взвалить ответственность на экономный Брюссель. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Массовое отравление в детском саду в городе Нетешин, Хмельницкой области. Количество заболевших растет с каждым днем. Сейчас их уже 31, из них 26 детей и пятеро взрослых. Первые пострадавшие начали обращаться в больницу еще 4 октября. Жалобы у всех одинаковые. Тошнота, слабость, боли в животе, высокая температура. Областной лабораторный центр уже собрал образцы для выявления причин этого массового отравления. Экспертизы проводит и полиция, которая начала свое расследование. Очередная стрельба в столице. Конфликт произошел ночью в одном из баров на Позняках. Трое нетрезвых посетителей затеяли драку с работниками заведения. Один из клиентов впустил в ход огнестрел. В результате ранения получили двое охранников. Сейчас они госпитализированы. Правоохранители задержали одного из зачинщиков этого конфликта. Еще двоих мужчин поймали неподалеку от места преступления. Полицейские изъяли гильзы, оружие. И вот теперь дебоширам грозит до 7 лет лишения свободы. Старобельский районный суд Луганской области оставил ПСИЗО Александра Ефремова. Его обвиняют в нескольких тяжких преступлениях, среди которых похушение на территориальную целостность страны, а также пособничество боевикам в захвате управления Луганского СБУ. Ефремов находится в СИЗО уже более двух лет. Подробности далее. Оглашение меры пресечения уже в 13-й раз для Александра Ефремова начинается с настройки онлайн-камер. Заседание транслируют через интернет. Адвокаты настаивают. Состояние здоровья их подзащитного ухудшается с каждым днём. И требуют выпустить Ефремова из СИЗО. Обвинение категорически против. Возникает перепалка, спор прерывает судья. В 13-й раз обвинение требуют оставить Александра Ефремова в СИЗО. Он там содержится уже два года и два месяца. Запобежные заходы в виде особенного обязанства, особенного поруки, домашнего ареста, заставы не могут быть использованы к человеку, которые подозриваются или обвиняют в действии криминальных правопорушений, которые инкрименуются Ефремову Александру Сергеевичу. То есть Ефремов Александру Сергеевичу инкрименуются такие злочины, за которые КПК не предупреждает выбрание такого запобежного захода, как особенного порука. Судьи удаляются на совещание. Защита уверяет, здоровье Ефремова ухудшается и бежать он никуда не намерен. Поэтому нет нужды оставлять его под стражей. Если суд прийдет к решению все-таки про измену запобежного захода на домашний арест, в любом месте, в котором выяснится суд, это будет выполнено безумовно, без никаких проблем, где бы это не было. Через несколько часов судьи возвращаются и оглашают приговор. Суд вважает за необходимость продолжить действие запобежного захода. Выглядит ремонт под вартою. Стосовно выдавачено на срок 60 дней. Сам обвиняемый утверждает, дело против него разваливается, но закрыть его не хотят. Поэтому продолжают держать в СИЗО. Соответственно говоря, уже даже не удивляет его решение, потому что, когда мы, согласно законодательству, подчеркиваем, и адвокаты в том числе, что не существует ни одного доказательства, представленного в обвинении суда, и не существует ни одного доказанного риска, то по поводу обоснованности обвинения суд говорит, это мы будем расследовать потом, когда-нибудь. В СИЗО Александр Ефремов будет находиться до 3 декабря. После этого суд снова соберется для избрания новой меры пресечения. Руслан Смещук, подробности, телеканал Интер. В Днепре ударом в сердце убит прокурор. Его тело обнаружили в квартире одной из многоэтажек. В областной прокуратуре смерть сотрудника не связывают с профессиональной деятельностью. Говорят, это убийство произошло на бытовой почве. По предварительной информации, у прокурора возник конфликт с товарищем. Из-за чего нанесли прокурору ножевой удар в сердце, сейчас выясняют следователи, опрашивают свидетелей. Есть задержанные, но кто из них убийца, покажет экспертиза. В Запорожской области главу исполнительной службы Сергея Гагунского избили и похитили. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель Запорожской ОГА Константин Брыль. Произошло это еще 30 сентября, но губернатор обнародовал информацию только сегодня. По его словам, неизвестные решили незаконно собрать урожай. А Гагунский пытался этому помешать, за что его избили и похитили. Увезли чиновника в багажнике машины. Видео событий, связанных с похищением, губернатор выложил на своей странице. Он говорит, что кадры попали к нему от анонимного источника. После чего он сразу обратился в национальную полицию и генеральную прокуратуру. Дело намерен держать на личном контроле. И снова к скандалу вокруг рейдерских атак на рынке нефтепродуктов. Подробности уже рассказывали об иске ранее неизвестного фонда преодоления последствий Васильковской трагедии к украинским нефтепреработчикам. Якобы в защиту пострадавших от пожара на нефтебазе в 2015 году. Однако юристы и эксперты обвиняют фонд в мошенничестве и попытке нажиться на чужом горе. Сегодня руководители фонда устроили у стен нашей редакции акцию, требуя от подробностей опровергнуть данную информацию. Подробности в материале. Получить компенсации и наказать виновных в пожаре на нефтебазе под Васильковом в 2015 году. С такими требованиями сегодня под стенами редакции подробностей собрались несколько десятков человек. Митингующие представились с жителями Василькова и окрестностей. Говорили, что лично пострадали от событий трехлетней давности. И привело то, что нам нужно было вернуться сюда, потому что нас никто тут не хочет поддерживать, никто выслушать. Говорят, вышли на митинг после нашего материала о фонде преодоления последствий Васильковской трагедии. Однако интересно, что акцию еще вчера анонсировали именно в фонде. На своей странице в фейсбук об этом написал его глава Олег Верник. К нам попало и видео, на котором организаторы митинга обещают некоторым из участников деньги. Организатор митинга Олег Верник обещает людям 1 миллиард 200 миллионов гривен. Именно такая сумма иска, которую якобы общественный активист подал от имени трех тысяч жителей Васильковского района. Откуда такая цифра и какими документами подтвержден иск, говорить не берется. Мы współпрацювали с Ассоциацией психологов Украины. Цифра, что была нарахована компенсацией за психологическими методиками опытывания на каждого, была помножена на 3048 людей, которые склали наш фонд. Однако юристы и эксперты рынка нефтепродуктов винят руководство фонда преодоления последствий Васильковской трагедии в мошенничестве и попытках нажиться на чужом горе. Не исключают, за фондом может стоять экс-министр энергетики при Януковиче Эдуард Ставицкий, активно пытающийся вернуть свой бизнес на рынке АЗС. Большинство участников рынка склоняются к этому, что это как раз является одним из бизнес-активов Ставицкого. Прикрываясь такими организациями, некоторые политические силы набивают себе капитал. Организатор митинга Олег Верник ранее поддерживал тесную связь с еще одним приближенным Януковича Дмитрием Табачником. Близко дружит и со скандальным российским политологом Алексеем Кочетковым, называвшим Майдан сборищем нацистов. Юристы уверены, действует псевдоактивист далеко не в интересах людей. И свои деньги жители Василькова не получат. Есть по-настоящему патриоты, которые отстаивают права граждан, а есть вымогатели. Они шантажируют как застройщиков, как бизнесменов, дискредитируют действительно настоящих гражданских активистов, которые борются за то, чтобы у нас в стране что-то наладилось, а не просто как вымогатели. Кто именно стоит за фондом преодоления последствий Васильковской трагедии, и кто пытается нажиться на горе людей, вскоре могут выяснить правоохранители. Украинские нефтетрейдеры и операторы СС уже готовят обращение в ГПУ и МВД. Константин Редин, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Кулинарные ярмарки, мастер-классы, концерты в Черновцах отмечают День города. Это 610 лет. Чем удивляли гостей и на какие рекорды замахнулись, узнаем от Ольги Паломарюк. Начинать празднование театральной постановкой уже традиция. Возле городской ратуши актеры демонстрируют, как появились и развивались черновцы. Празднуют не только возле ратуши. Улицы и городские площади сегодня напоминают гигантскую ярмарку. Вот кузнецы показывают свои работы и уже традиционно презентуют подарок городу. Сегодня это металлическое ограждение. Его установят возле горсовета вместо бетонных клумб. Развлечения в городе на любой вкус. Мастер-классы, художественные уроки, концерты и выставки. Для гурманов продовольственные ларьки. Замахнулись в этом году и на сладкий рекорд. 130-килограммовый торт испекли лучшие кондитеры города. Желающих попробовать его немало. Как вам? Солодкий, вкусный. На 630 мы сделали очень большой герб города Чернивска. И, конечно, сейчас такая дата, 610, то хотелось бы что-то сделать, приятное для наших чернивчан. Сделано из вафельных коржей, сгущенным молоком, маслом, греческий горький и шоколадный глазурь. Со всех улиц доносятся песни. Местные жители и туристы празднику не нарадуются. Это и бешеванки, и картины, и бижутерия. Ну, все, что нужно. Я бы все хорошее. Нам понравилось. Разделить радость вместе с горожанами приехали и гости. Те, для кого черновцы – любимый город. В городе, где я родился, где я пошел в первый класс, где живут мои друзья, родители, и мама моя, кстати, працюет по сегодняшний день в этом Чернивецком краезнавчем музее. Поэтому я, используясь новогоднюю, хотел бы приветствовать всех мест, всех, кого я знаю и не знаю, с этим прекрасным днем. Побожать, чтобы в 60 лет вы слышали, что это европейское место. Празднование только начинается, рассказывают организаторы. Гостям обещают еще немало сюрпризов. У нас, по-переду, фестиваль, концерт переможцев «Червоной Рути». Я с нетерпением и трепетом чекаю его в Буковинский храм, в парку летнем, фестиваль, отроджение и дискотека. Ну, я думаю, что все будет хорошо, но на самом деле зависит от того, что у нас в сердце. Торжества в Черновцах продлятся до завтра. Завершит День города грандиозный концерт. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал «Интер Черновцы». Кто стал новой избранницей немецкого экс-канцлера Герхарда Шрёдера, которому в этом году стукнулось 74? И как картина Бэнкси уничтожила сама себя? Обо всем этом прямо сейчас. Бывший канцлер Германии, 74-летний Герхард Шрёдер, женился. Это уже пятый его брак. Избранницей Шрёдера стала кореянка Ким Сой Йон. Ей 49 лет, работает переводчицей. Свадьбу сыграли в фешенебельном отеле в центре Берлина. Среди гостей заметили президента Германии Франка Вальтера Штайнмайера с супругой, бывшего главу немецкого МИДа Зигмара Габриэля, вокалиста группы «Скорпианс» Клауса Майне. Картина с сюрпризом. Полотно скандально известного британского художника Бэнкси самоуничтожилось. Сразу после того, как ушло с молотка за 1 миллион 400 тысяч долларов. Одна из самых известных работ Бэнкси «Девочка на шаре» находилась в тяжелой позолоченной раме. Оказалось, в нее был встроен измельчитель бумаги. Как только лот продали, механизм сработал и изрезал холст на мелкие полоски. Сам художник выставил в Инстаграм фото с удивленными лицами участников аукциона. Представители Сотбис уже связались с покупателем. Он, согласно правилам аукциона, может отказаться от лота, если тот был поврежден. Нет телефона в школах, намерены сказать в Германии. 86% немцев поддерживают запрет гаджетов в учебных заведениях. Это данные соцопроса, опубликованные журналом «Шпигель». Почти три четверти немцев считают, что мобильники вредят развитию детей. Запрет на телефоны сейчас уже действует в Баварии. А пример немцы берут с Франции. С начала учебного года маленьким французам приходится выключать телефоны при входе в школу. 120 черепах бесследно пропали из национального парка на Галапаготских островах. Исчезли представители редких видов – пещерная слоновая черепаха и слоновая черепаха Гюнтера. Местные власти уверены, животных похитили. Прокуратура начала предварительное расследование. Предполагает, что черепаху крали прямо из центра, где их разводят в неволе, ведь там не было ни охраны, ни камер. Сегодня утром из жизни ушла одна из величайших оперных певиц мира – Монсеррат Кабалье. Ей было 85 лет. Проблемы со здоровьем начались довольно давно, но Монсеррат не сдавалась и выходила на сцену до последнего. Какой запомнят ее зрители, узнаем от Светланы Чернецкой. «Ла Суперба», что в переводе «Превосходная», так называли певицу и ее фанаты. Монсеррат Кабалье виртуозно владела голосом, редким сопрано. Уже в 7 лет она мастерски исполняла кантаты Баха, и этот талант не остался незамеченным. Кабалье покорила сцены ведущих театров мира и заставила полюбить оперу даже тех, кто никогда ею не интересовался. Именно этот дуэт с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри сделал ее популярной за пределами немногочисленного круга оперных почитателей. В сцене Кабалье отдала полвека. Выступала из Лучано Поворотти, из Пласида Доминго. Не единожды была в Украине. В эксклюзивном интервью Интеру она призналась, что обожает приезжать в Киев. Ваша страна не перестает меня удивлять. Да, я здесь уже седьмой раз, и всегда новые люди, новые вопросы, новая информация. Так, кстати, бывает не в каждой стране. А в Украине мне очень нравится именно то, что она всегда разная. В последний раз в Киеве певица побывала в начале года. Именно здесь отпраздновала свое 85-летие большой вечеринкой и концертом. Передвигалась уже в инвалидной коляске. Проблемы со здоровьем сопровождали Монсеррат Кабалье последние лет 30. Опухоль мозга, микроинсульт, автокатастрофа. Моменты, когда мне было трудно, это когда я болела. Я пережила три тяжелых болезни. Тогда мне приходилось останавливаться. На год в 1985-м, потом снова в 2005-м. Иногда наше тело устает, и у него есть свой предел. Но нужно находить в себе силы, вставать и начинать все сначала. И когда делаешь это, чувствуешь в себе еще больше сил, чем раньше. Месяц назад певица попала в больницу в Барселоне, по информации прессы, с проблемой желчного пузыря. Но причину смерти обнародовать не станут. Это просьба родственников. Церемония прощания с оперной дивой состоится завтра, а похороны пройдут в понедельник. Это все новости на сегодня. Уютного вам субботнего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова